Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Сегодня наш выпуск будет посвящен термоядерным и плазменным технологиям. В Троицком институте инновационных и термоядерных исследований состоялась большая встреча. Ученые со всей страны приехали сюда, чтобы обсудить плазменные технологии. Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований выбран площадкой проведения сессии не случайно. Он является одним из ведущих предприятий Росатома в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Сейчас мы скачкообразно движемся к результату, который по факту можно было делать еще лет 15, той парадигме, которая была до этого. А теперь мы получаем все то же самое, но только за 4 или за 5 лет. Сегодня один из главных термоядерных мировых проектов — это проект ИТЭР. Его цель — продемонстрировать возможность использования термоядерной энергии для выработки электричества. Он реализуется во Франции на территории исследовательского центра Кадараш. В проекте участвуют 35 стран. Одним из главных поставщиков высокотехнологичного оборудования является Россия. Так, в этом месяце институт Росатома НИИФА отгрузил электротехническое оборудование для ИТЭР. Во Францию отправлен токопровод, который во время эксплуатации будет подавать ток для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора. «Подобного не было нигде в мире. Это разработка наша, НИИФовская, и мы ее сами изготавливаем. Я считаю, что здесь больше доверия передовым технологиям нашим по разработкам, потому что это в первую очередь разработка, поэтому это НИИ и изготавливает на своей производственной площадке». Это уже вторая крупная отгрузка из десяти запланированных на этот год. Пуск реактора ИТЭР и получение на нем первой плазмы планируется в 2025 году. В основе будущей реакторной установки ИТЭР лежит разработанная нашими советскими учеными система «Токамак» — троидальная камера с магнитными катушками. Ее разработали в 50-е годы прошлого столетия академики Андрей Дмитриевич Сахаров и Игорь Евгеньевич Там. После этого в мире начался настоящий бум «Токамаков», а сама аббревиатура «Токамак» без перевода вошла во все языки мира. «Именно в нашей стране родилась идея установки, которая была признана наиболее перспективной — знаменитого «Токамака». По первым буквам. Тороидальная камера, магнитная катушка». Россия не только зародила «Токамаки», но и продолжает создавать их и сегодня. Так, год назад премьер-министр страны Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска «Токамака» в Курчатовском институте. Глава правительства и президент института дали старт работе «Токамака», нажав символическую кнопку. Запущенный «Токамак» — это модифицированная версия комплекса, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х годов. Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. По техническим параметрам она не имеет аналогов в мире. Ее уникальность в сочетании высокой мощности с компактными размерами. «Мы всегда были великая страна, Курчатовский институт, и средь МАШ — это было единое целое. Сегодня Росатома и Национальная лаборатория Курчатовский институт — это тоже одно и целое, только в новой форме. И мы должны сейчас выстраивать, восстанавливать ту научную ткань, которая строилась десятилетиями и сделала нашу страну великой». «Главная цель, она довольно далекая. Это вот безбрежное море дешевой термоядерной энергии, которая состоится и может быть реализована не завтра, не послезавтра, и в результате очень серьезных умственных, практических и финансовых усилий». Еще одно направление, в котором наша страна находится в лидерах — инерциальный термоядерный синтез. В Саровском ядерном центре создается самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М. Она необходима для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях при сверхвысоких давлениях и температурах. Ввод в эксплуатацию первой очереди лазерной установки запланирован на 2022 год. «Он по часовой стрелке повернется, смотри аккуратно. 120 тонн нагрузка. Отрывался. Есть отрыв». «Один миллиграмм термоядерного топлива эквивалентен сжиганию семи тонн угля. Если удастся, так сказать, осуществить термоядерную реакцию в контролируемых условиях, то это позволит нам получить практически неограниченный источник, который равномерно распределен по Земле». Напомню, разработка термоядерных и плазменных технологий – одно из ключевых направлений комплексной программы по развитию атомной науки и технологий, которые «Росатом» реализует в стране. А вот как осветил эту тему генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев перед финалистами конкурса «Лидеры России». «Президент принимает решение о продлении нашего нацпроекта до 2030 года. Настолько это понятно и очевидно с точки зрения значимости нашей работы для нашей страны, да и для мира в целом. Термояд, плазменные технологии, ракетные двигатели и все, что для этого нужно. Исследовательские реакторы, соответствующее изучение физики, новые физики. Заход за ту грань познаний, которая у человечества сегодня есть в атомной энергетике. Вот все в атомной нацпроекте». Таким образом, термоядерные технологии, которым мы посвятили нашу программу – это передовой край науки, в котором «Росатом» и наша страна были и остаются лидерами. Перейдем к другим новостям атомной отрасли. Перспективы цифровой трансформации и переход на технологически независимую IT-архитектуру обсудили в Озерске. На маяке состоялось заседание информационно-технологического экспертного совета «Росатома». С самого начала своего существования атомная отрасль опиралась на собственные разработки в сфере информационных технологий. Первые прикладные отраслевые IT-решения в области управления предприятием появились в Минстредмаши в конце 70-х годов XX века. Эти компетенции продолжают развиваться и сейчас, причем ускоренными темпами. «Будет интересно, потому что вот эта аналогия, которая мне буквально недавно пришла, когда мы должны совершить гонку, при этом еще поменять на ходу все запасные, не только колеса, но и все запасные части. Это, прежде всего, то, что связано с вопросом технологической независимости сегодня. Это то, что будет определять движение с точки зрения IT в ближайшее время, в ближайшие, наверное, лет пять». Далее краткий обзор других новостей «Росатома». Получено разрешение на сооружение первого энергоблока египетской АЭС Эль-Даба. Разрешение выдало управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта. В июле ожидается заливка первого бетона и переход к активной стадии строительства. «Росатом» поставит в Египет изотопную продукцию для нефтяной отрасли. Предусматриваются регулярные поставки радиоактивного изотопа «Иридий-192», а также оборудование для неразрушающего контроля, в частности, гамма-дефектоскопов российского производства. «Росатом» уже имеет положительный опыт поставок в Египет изотопа «Кобаль-60». На стройплощадке энергоблока номер 3 АЭС «Акуи» установлена в проектное положение «Ловушка расплава». Это уникальное ноу-хау российских атомщиков, которое обеспечивает безопасность окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС. На энергоблоке номер 2 АЭС «Рупур» завершили монтаж купольной части внутренней защитной оболочки. Это одно из ключевых событий года настройки. В проектное положение установлена верхняя часть купола весом почти 200 тонн. На «Атом-Маше» завершили набивку первого парогенератора для строящегося в Китае энергоблока номер 7 АЭС «Тяньвань». Специалисты произвели порядную укладку элементов внутрь корпуса парогенератора. В общей сложности специалисты выложили 105 горизонтальных рядов. А теперь давайте посмотрим сюжет, который можно назвать горячим в прямом смысле этого слова. На прошлой неделе на «Атом-Маше» завершилась разгибка трубной заготовки днища реактора для четвертого энергоблока турецкой АЭС «Акуи». Технологически сложная операция начинается с разогрева шестиметровой заготовки. Металл раскаляется до температуры лавы, а это свыше тысячи градусов. Только тогда опаковка толщиной 300 миллиметров готова к разгибке. Главное условие – не расхолаживать изделие. – 1200 градусов. Вот представьте, вот это одеваем, одеваем, сев, изматываем, 20-литровую бутылку несем, чтобы выпить всю ее, выпивает вся бригада. Очень тяжело, но очень хорошо. Я тут 25 лет счастлив. Я рад этому. Каждой разгибке. – Ограничения у нас не по времени, а по температуре остывания заготовки. То есть не менее 60-600 градусов должна остыть заготовка. Если остыла менее, то необходимо помещать обратно в печь. Чтобы выполнить задачу и превратить заготовку в лист, требуется пресс, несколько утюгов, три нагрева в печи и, главное, слаженная работа бригады кузнецов и машинистов крана. – Крановщице особая благодарность. Молодая девушка вообще. Просто без комментов. Просто. Трубу весом 80 тонн помещают под пресс, и он давит на заготовку максимальной силы в 15 тысяч тонн. Паковка, как огненный цветок, постепенно распускается под тяжестью провильных плит. В итоге превращается в лист. В завершении операции изделие помещают в печь для термообработки и снятия напряжения в металле. И уже вскоре из него вырежут круглую заготовку – то самое будущее днище атомного реактора. Светлана Хасанова, Евгений Лядов, филиала им. Технология «Атомаш» специально для программы «Страна Росатом». Продолжается прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи атомного края». Принять участие могут все жители атомных городов сразу в двух номинациях. Первая – наш атомный край, где вы делитесь фотографиями достопримечательностей, природы, улиц города и других видов, отражающих уникальность летнего города. И вторая номинация – «Мы творим историю», где фотографии посвящены различным городским летним мероприятиям. Отправить свою работу можно до 31 июля. Победители ждут призы. Подробности и условия конкурса на сайте гражданинросатом.ру К другим темам выпуска «Росатом» разрабатывает инновационное углеволокно для стратегических отраслей промышленности. «Ниеграфит» ведет разработку опытной технологии получения высокомодульных углеродных волокон. Особую потребность в таком материале испытывают авиакосмическая, атомная, энергетическая и другие отрасли. Полученное разрешение на строительство Труновской ВЭС в Тавропольском крае – это уже девятая ветроэлектростанция, сооружаемая «Росатомом». Ее мощность составит 95 мегаватт. На площадке построят 38 ветроэнергетических установок. На втором энергоблоке строящейся Курской АЭС-2 завершен монтаж третьего яруса внутренней защитной оболочки. Это самый тяжелый ярус. Масса смонтированных конструкций составляет более 800 тонн. Установка третьего яруса означает завершение монтажа цилиндрической части ВЭЗО. Далее будут монтироваться металлоконструкции к купольной части здания. Откуда я выключал? Понята. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в первый льготный каботажный рейс в Петропавловск-Камчатский. Экипаж судна выполняет задания по доставке на Дальний Восток более 100 контейнеров из 40 тонн металлоконструкций. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. В опорном ВУЗе атомной отрасли НИЯУМИФИ при поддержке «Росатома» появится первая в России программа по квантовым технологиям. Она сформирована с нуля с учетом интересов современной квантовой науки и направлена на подготовку инженеров, а также специалистов широкого профиля с фундаментальной научной подготовкой и компетенциями. В завершении выпуска расскажем о проекте «Пушистый атом», о том, как сотрудники «Росатома» помогают животным из приюта. Главная задача приезда в Ногинский собачий приют – погулять с животными. Вывести четвероногих из вольеров, дать им возможность побегать в поле и даже искупаться в лесном озере. Вы должны приезжать и давать им немного свободы. А лучше убеждать на своем примере, что нужно их вообще оттуда забирать. Это уже не первый раз, когда коллеги мои приезжают в приют. Очень я этому рада. В прошлом году приезжали, тоже выгуливали собачек. Я очень рада отзыву. Силами активных сотрудников МСЗ и компании «Гренатом» было собрано более 100 килограммов кормов, которые атомщики привезли собачкам в приют, захватив с собой необходимые лекарства и средства от клещей. Стараемся сделать более комфортабельные условия для содержания наших подопечных и также для сотрудников, для гостей, для волонтеров. В этом году в «Росатоме» стартанул большой проект, который получил название «Пушистый атом». Его выбрали сотрудники «Росатома», которые помогают животным на постоянной основе. Этот проект направлен на помощь, поддержку как волонтеров, сотрудников «Росатома», которые помогают животным, так и приютам и организациям. На сегодняшний день в приюте содержатся 482 собаки, которые ежедневно ждут людей, готовых подарить им свое внимание. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем следующем выпуске.